Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга. Вы смотрите новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. Родственникам военнослужащих, погибших в зоне СВО, вручили ордена мужества. Очень сильно горжусь своим отцом. Очень грустно, что он, конечно, не вернулся. Состоялся итоговый ежегодный форум «Управдом». Наша проблема такая. В августе месяце обнаружился строительный дефект в нашем доме. Выпадает фасадная плита. Глава муниципалитета Алексей Спасский вручил ключи от новых квартир детям, оставшимся без попечения родителей. Пока в квартире я не была, но видела ее по фотографиям. Вот мне она безумно понравилась. В историко-культурном центре прошла церемония вручения орденов мужества родственникам четырех военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Невозможно. Отлично. Невозможно. Глава, которые разводят эти два передачи, какие-то упряжения, практически самому. Сказать слово. Сочувствуем наши пары, наши мужики, ваши отцы, мужья, сыновья. Они двойные гостей, они защищают наших здоровых отцов и наших независимых. Награды за мужество и отвагу получили жены, матери и дети погибших воинов. Среди них Александр Детнев, сын старшего сержанта, командир отделения Дмитрия Детнева. Очень сильно горжусь своим отцом. Очень грустно, что он, конечно, не вернулся. По-прежнему скучаю. Я и мой брат. Ну, так получилось. Ну, я никогда не забуду своего папу. Я своим детям буду рассказывать про своего отца, про его подвиг. Вот. Эту награду я поставлю в отдельный уголок, где у меня папа стоит, где вот там фотографии папе. Жена старшего снайпера, сержанта Александра Тимощука, Елена, поблагодарила за помощь представителей администрации муниципалитета. Хотела бы выразить огромное спасибо администрации и особенно Алексею Ивсаковичу за помощь в организации похорон, поддержки. Постоянно, просто, почти ежедневно, огромная помощь во всех вопросах. Согласовывая все действия с Алексеем Петровичем Спаской, главой Ленинского городского округа, полностью все мы контролируем. Я им докладываю. С военком, он постоянно на связи с военкомиссаром. Но действительно, у людей очень много вопросов. Я позвоню в ЗАГС, я позвоню в налоговую, я позвоню в УТОМ. Была история наложения ареста судебным приставом. Ездили, вы разбирались. В принципе, все наши службы нормально относятся, понимают, что эта история, в общем-то, общая на самом деле. И специальная военная операция не одного человека, она общая. Поэтому, да, надо помогать. После завершения мероприятия глава округа Алексей Спаский, председатель Совета депутатов Станислав Радченко и военный комиссар Михаил Горданов пообщались с семьями воинов и выслушали проблемные вопросы. Итоговый ежегодный форум УПРАВДОМ объединяет представителей власти и общественных активистов. На повестке дня вопросы, которые связаны с жилищно-коммунальным хозяйством. Все подробности в нашем следующем сюжете. 21 сентября в историко-культурном центре состоялся муниципальный форум УПРАВДОМ. На съезде обсудили вопросы, связанные с ремонтом подъездов, со сбором и вывозом коммунальных отходов, а также с эксплуатацией газового оборудования. Представители органов местного самоуправления выслушали жалобы от председателей и жильцов многоквартирных домов и постарались найти решение всех проблем. Наша проблема такая. В августе месяце обнаружился строительный дефект в нашем доме, выпадает фасадная плита. Я планирую после определения стоимости обратиться в Совет депутатов для проведения работы. В настоящее время запланирована объемная работа по сфере ЖКХ и благоустройства. В этом году в плане почти 40 подъездов, которые нужно отремонтировать. Еще одной задачей является своевременный вывоз мусора. И это еще не весь список работ. Об этом сообщила заместитель главы Ленинского городского округа Елена Дубовицкая. Сейчас у нас ведется большая работа. Мы устанавливаем газоанализаторы в муниципальных квартирах. В частных квартирах мы не имеем права за бюджетный счет устанавливать. В муниципальных квартирах мы устанавливаем газоанализаторы. Но жители, которые хотят установить в своей частной квартире, они могут обратиться в управляющую компанию. И им обязательно поможет управляющая компания подобрать ту организацию, которая может оказать данный вид услуги. Для решения всех поставленных задач требуется много времени и денежных ресурсов. Есть такие вопросы, которые требуют длительного времени. То есть принятие решения, допустим, в зависимости от администрации, а от области. Или, допустим, от наличия денежных средств на счету собственников. Если вопрос по какому-то определенному КД. Или, допустим, хотят сделать детскую площадку. То есть это надо подать заявку. И это будет поставлен в список, допустим, на следующий год. То есть вот сразу по щелчку не получаются денежные вопросы. Напомним, что по вопросам решения жилищно-коммунальных проблем можно обратиться в единую диспетчерскую службу. Управляющая организация обязана принять и рассмотреть заявку в течение 24 часов. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В этом году более 300 детей-сирот Подмосковья уже были обеспечены жильем. Свою лепту в это благое дело вносит и администрация Ленинского городского округа. Очередных обладателей собственных квартир с новосельем поздравил глава муниципалитета Алексей Спасский. Фамилия, имя, отчество и подпись. Нанимателя. Перед торжественной частью ребятам нужно соблюсти обязательные формальности, заполнить и подписать необходимые бумаги, чтобы без проблем пользоваться собственной квартирой. Таким образом, администрация округа реализует государственную программу обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Не обошлось и без приятных сюрпризов. Пока в квартире я не была, но видела ее по фотографиям. Вот мне она безумно понравилась. Мне не надо кухню покупать. То есть там есть кухня? Да. На этот раз администрация решила не останавливаться. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский торжественно вручил молодым людям в подарок сертификаты на получение телевизора. Еще одной заботой у новоселов станет меньше. Жить ребята будут в новых квартирах в микрорайоне Пригород Лесное. На моей памяти первый год, когда мы заканчиваем миссию благородную, предоставление квартиры не в декабре, как правило, 32 декабря на флажочке мы это делали, а вот в сентябре. Когда мы последние квартиры, у нас 9 человек, таких же, как вы, мальчишек, девчонок в этом году. Пятеро ребят Ленинского городского округа в этом году предпочли получить жилищный сертификат, на который они смогут купить жилье в любом муниципалитете Подмосковья. Участковая медицинская сестра Марина Кучерова отметила 60-летний юбилей профессиональной деятельности, 40 из которых она трудится в амбулатории поселка Развилка. Со знаменательной датой ее поздравили пациенты, коллеги и наша съемочная группа. Очень ценим то, что вы работаете в нашем коллективе, работаете на благо нашего населения и дальше. Марья Васильевна, мы вам желаем здоровья, счастья, благополучия. Поздравление с 60-летним юбилеем профессиональной деятельности медсестра Марина Кучерова принимала в середине рабочего дня. Много теплых слов в адрес самого преданного и опытного сотрудника прозвучало от коллег и заведующей амбулатории поселка Развилка Айслу Каримовой. Медсестра грамотная, медсестра обязательная, медсестра исполнительная. И у нас нареканий на ее работу нет. Марина Кучерова рассказывает, лечит людей мечта ее детства. Пробовала поступать в Львовский медицинский институт, но не прошла по конкурсу. После переезда в Москву героине нашего сюжета все-таки удалось исполнить свою мечту. После окончания курсов по подготовке медсестер от Красного Креста она на протяжении всей жизни занимается любимым делом. Любить профессию и любить людей – вот это главное в медицине. Раз выбрали такую профессию, значит, надо привыкать, надо работать с удовольствием, с душой и относиться к профессии с любовью и к людям. Жительница поселка Развилка Людмила Пономарева, соседка Мариной Кучеровой, признается, что главное ее качество, доброта и правильный подход каждому пациенту. Как человек отличный. Это я таких не встречала в своей жизни. Она все время идет навстречу. Марина Кучерова считает, что у нее одна из самых благородных профессий, в которой главное – помогать людям. Вы сами видите, какой у нее возраст, поэтому у нее огромный опыт. Можно не ходить к врачу, можно обратиться к ней, она вам все расскажет, все покажет, все объяснит. Таких побольше бы людей было, как наша Марина Васильевна. Дай Бог ей много лет жизни, и трудилась она хорошо. Мы уверены, что к этим теплым словам поздравления присоединятся все ее пациенты и наш телеканал. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Выходные, как обещают синоптики, будут на редкость теплыми, а значит, не стоит сидеть дома. В субботу, 23 сентября, стоит отправиться в Центральный парк, где состоится конкурс авторских зонтов «Искусство под дождем». Дефиле с аксессуарами, презентация, фотозона, объявление победителей. Приходите, начало в 11.30. А к 16 часам в субботу предлагаем поболеть за нашу команду на стадионе «Металлург». Там состоится 21-й тур чемпионата Московской области по футболу Лига А. «Металлург Видное» встретится с командой из Люберец. И сразу два больших музыкальных мероприятия состоятся вечером в субботу. В Доме культуры «Буревестник» пройдет акция-концерт в поддержку участников специальной военной операции. За этот край начало в 17.00. И в это же время во Дворце культуры «Видное» стартует антинаркотический марафон «Я выбираю жизнь». В нем примут участие рок-группы «Октябрь», «Биоток», вокально-инструментальный ансамбль «Вера» и другие. А в воскресенье состоится еще одно большое спортивное мероприятие – молодежное первенство Ленинского округа по футболу «Пятый тур». Начало в 10 часов утра на стадионе «Металлург». Приходите поддержать юное поколение футболистов. Это были главные мероприятия предстоящих выходных. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания.